доброго здоровьица уважаемые посетители канала как вы знаете я за профилактику не за лечение а за профилактику когда человек понимает истоки причины следствия своих поступков своих необдуманных дел своих так сказать то можно именно на эти вещи повлиять то есть на причины наследствия на истоки на черты характера на мировое зрение и выйти из очень сложной ситуации которая связана со здоровьем ну вот я расскажу несколько таких ситуаций первая произошла с моим хорошим знакомым с которым мы гири поднимаем кратко скажу следующее он развелся со своей женой поделили то что он он заработал своим трудом значит это жене все ясно понятно дети выросли уже взрослые а он женился новая жена ребенок ребенка примерно сейчас лет так 12 и вот естественно были разного рода тяжбы но потом как-то уладилась оказалась сливная яма на ее стороне и она говорит ему так покупаю вот эту мою половину я там поеду уеду с этого места естественно у него денег нету а иначе я тебе запрещаю пользоваться значит вот сливной ямы и он знаете начал мыкаться там по судам по тем по 7 по 5 10 и ничего не толком не получается а тот еще сынок приходит после тренировки занимается они уже выбрасывали там просто напросто у них есть туалет на участке значит то что у них за ночь там накопилось или там они умывались или там допустим под душем мылись ведро и туда выносит и вот он говорит и мой это сейчас мы выносим а вот похолодает а как же будем будем вот это вот все делать холодно вот это видать как бы сказать еще больше на него подействовало само сожаление мысли вот такие его посетили что как-то вот свою семью не может защитить не может там обеспечить вот он бессильный ничего не может сделать вот вот в этом плане никто ему значит в этом не не поможет и вот в такую как бы сказать эту яму своего собственного порученного мышления ушел сама вина обвинение самого себя и вот на этой почве он до того себе довел что значит где-то он вес улетел 10 килограммов естественно от всего этого когда мыслительный процесс переразбуждается жизненный принцип ветра человек спать не может то есть он перестал спать полноценно значит не восстанавливается тем не менее это результаты покажал еще лучше стал более выносливым погиб вот вес падает мысли только вокруг вот этого всего и вертится то есть они его замучили они его замучили и обратился естественно куда естественно обращается правильно ему назначили люди в белых халатах а вот эти антидепрессанты папы папы эти депрессанты ну вот знаете в который раз слушая вот такие вот рекомендации от антидепрессанта что мы будем лечить у человека проблема ее надо решать проблема находится вот совсем в иной сфере ему надо наладить свой быт у него не получается и как антидепрессанты помогут его наладить за счет этого запускается вот этот вот дурацкий мыслительный процесс начинают вот эти паразитические цепи крутить кругами ходит высасывая его все эти жизненные силы вот на это и человек вот так вот разваливается почему он мне позвонил я говорю саша ты знаешь у меня примерно подобное было меня умудрились в конце 90-х обмануть так что отобрали все мои книги а я вроде тоже тут построил дом то все вот это тоже дом был как-то чего надо обеспечивать содержатель все-все на на законных основаниях так сказать обобрали отобрали и всего я помню что поехал там египет женой там отдохнуть вот купаюсь а мне там не купается не купается мысли вот эти вот что делать как делать ах они такие негодяи всякие на моих книгах поднялись а потом сказали охранникам а вот это вот и не пускайте суда даже в этот в издательство и вот я тоже так ходил бродил по берегам брахмапутрой как герои фильма бельмандо говорит что делать ну как делать вот так вот никакие не суды ничего там там все эту историю просто не буду там полностью пересказывать но там куда ни кинь везде клин и вот в египте произошел то то вот такой случай что плавая сам не могу буквально таки хватать что-то палку там все что угодно и бежать в этот петербург и там их лупить лун лупиловским знаете эти самым боем и вот и среди вот это вот нагнетение событий моем сознании раздается голос внутри какому богу ты служишь и это мне сразу охладила сразу остановила сразу вот действительно вот ты какое-то дело делал а теперь вот у тебя что-то начинается совершенно обратно и вот после этого я знаете так успокоился такая мысль а что я больше ничего не смогу сделать вот я написал книги все что я больше не могу и это послужило знаете вот после так как такого как бы сказать действительно депрессивного провала таким толчком мощным найти стимулом по написанию новых книг я написал основы здоровья переработал целительные силы я начал писать вот эти вот учебники уринотерапии голодание питание закаливание так далее так далее то есть это послужило стимулом я могу саша ну так и так это своего рода знаешь испытание вот испытание дается человеку чтобы он тут не задремал поэтому ну сейчас там суды муды пройдут значит соберись и выруй эту яму несмотря ни на что сделай это и все уляжется то есть направо свою свою эту мыслительную деятельность не на то чтобы бегать там искать правды которую видишь оказывается она тут без права а конкретно решить вот эту вот проблему ну вот так вот я ему посоветовался своего опыта знаю как это знаете действует мощно как это все неконтролируемо но если ты действительно хочешь как-то быть разумным и решать возникшие так или иначе задачи значит предлагай свой ум в этом направлении созидательном они в разрушить мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать